Приветствую всех на моем канале. Это будет очень коротенький ролик, но тем не менее, я думаю, он вам будет интересен. Он опять об моей любимой микросхеме, вот этой вот замечательной микросхемкой. И в этот раз что я обнаружил? Обнаружил я это на самом деле еще раньше, а сегодня я ковырялся с этой микросхемой, пытаясь к ней подключить магнитофонную головку. И вдруг обнаружил, что когда я подключаю провода, даже вот сюда, прямо на вход этого усилителя, услышал радио. Да, вот раньше, кто занимался электроникой, когда вещали длинноволновые и средневолновые радиостанции, такое часто случалось с обыкновенными усилителями, когда подключаешь длинный провод, и усилитель вдруг превращается в радиоприемник, причем принимает достаточно избирательно, не все подряд, а какую-нибудь конкретную станцию. И вот сейчас я обнаружил то, что находясь на подоконнике у меня, эта микросхемка с вот таким вот проводом начинает принимать вот такое вещание. Сейчас я его сделаю громче, потому что вещание отчетливое и громкое. Но для этого мне надо будет взяться вот за этот провод. Уже не какой-нибудь шепот или шум, а нормальное вещание. Отчетливое. Вот это вот сетевое гудение, оно исчезает сразу, если я отодвинусь от холодильника. Дело в том, что холодильник на меня наводит свою наводку, и эти помехи слышны. А вообще, если я беру вот эту антенночку и отхожу в сторону, но так как я держу камеру в одной руке, то отходить в сторону мне будет очень неудобно. Обратите внимание, что емкость вот этих конденсаторов вообще никак не влияет на радиоприем. Вот сейчас я подключен вот этим вот проводочком, зеленым проводочком, через конденсатор к усилителю. Я могу подключаться на любой из входов, хотя он не стерео, туда просто подключается микрофон. Вот сейчас я подключу ножки напрямую, непосредственно к усилителю, без всяких емкостей. То есть вот эти конденсаторы сейчас вообще роли не играют. И послушайте. Уверенный радиоприем, без всякого обвеса, из обвеса что у нас? Батарейка, резистор, микросхема с перемычками и динамик. Динамик на прием тоже не играет роли. Батарейки, ну, по напряжению пока не менял. Ну, возможно, это будет в будущем. Вот так я сделал очень просто. Самый настоящий, уже без всяких суперблоков навороченных, радиоприемник из вот этой микросхемы. Ура! Я с собой доволен. Пока, ребята! Всем привет! Это небольшое техническое видео, в котором я показываю и выясняю, на какой частоте принимает вот этот вот радиоприемник. На самом деле, это микросхема диктофона, но я использую ее по очень разному. Итак, я подключил колоночку. Суть такая. Микросхема без всякого обвеса, всего лишь с одним резистором, превращается в радиоприемник, если подключить питание, и вот такую небольшую антенну. Вот, послушайте. Вот, но я не знал, на какой частоте вещает эта радиостанция, поэтому мне пришлось взять свой сотовый телефон, вот, и с помощью его радиоприемника найти эту станцию. Станция оказалась вот на этой частоте, по-моему, это 102 и 1 МГц. Вот, как я искал? Я искал точно такой же голос, как идет из колонки. Давайте послушаем, что идет из колонки. Вот тут про кишечник болтают. И теперь сейчас мы радио. Это принимает радиоприемник из телефона, а это из микросхемы. Все, частоту я выяснил, осталось мне ее только записать. На этом все, пока, до следующих встреч.